Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова объединения всех религий, но он не останавливается на ней и оформляет идею унии всех религий. Даниил Андреев чает объединение всех конфессий в одну церковь под названием «Роза мира». Можно констатировать этот интерес Даниила Андрееву. Этот интерес у него непрерывно растет с ранних лет. Тот импульс, который был дан его работой также в начале 90-х, и несмотря на то, что уже прошло немало лет, также и интерес к его работам набирает силу. И в наше время не найдется, пожалуй, ни одного последователя оккультного движения, или движения Нью-Эдж, или Теософия Блавацкая, о которой мы говорили, или Эриха, в которых упоминали, кто бы не был знаком с книгой, написанной Даниилом Андреевым «Роза мира». Своим учением Андреев искажает истинно догматическое богословие, основу православного исповедания, и автор под маской авторитетом православия внушает и доказывает своим читателям неправославные мысли. И прямо следует призывам молиться чужим богам, признавая спасительными не только христианство, но и любые народные культы. При этом любой адепт «Розы мира» по факту должен официально оставаться, в общем-то, в лоне той религии, в которой он находится. Нет такого призыва выходить из той или иной религии, будь то католицизм, будь то ислам, будь то христианство, но оставаться там и можно, в принципе, как он говорит, исповедовать его универсальную религию. Наряду со Христом не брезговать, как он пишет, поклоняться Шиве, Будде, Мухаммеду и прочим, признавая свою толерантность всем так называемым учением, как он их называет, правой руки. На просторах интернета мы можем найти достаточно немало статей, посвященных Данилу Андрееву и его сочинению «Розы мира», но серьезной работы, пожалуй, мы встретим только и серьезную аналитику у известного петербургского апологета Виталия Питанова, а также есть хорошая бакалаврская работа, которая была написана, может быть, 5 или 7 лет назад, Максимом Втюрином, который является выпускником Пережинской духовной семинарии, где ваш покорный слуга был научным руководителем этой работы. Это, пожалуй, такие два серьезных труда. Остальные же сектоведы, скажем, Александр Леонидович тот же, он только вскользь лишь упоминает о Даниле Андреевой, что он относится к движению «Нью Эйдж», и, в общем-то, серьезной аналитики мы не находим. Мы видим, ставились другие цели и задачи, рассмотреть другие движения. Пожалуй, как я сказал, этих двух авторов есть серьезная, хорошая аналитика. Итак, возникает вопиющая проблема современности, когда действительно православные прихожане знакомятся с розой мира и совмещают посещение православных храмов с этими эзотерическими учениями Востока, разбывая часто слова Спасителя, что в Евангелии от Матфея 6.24 «Никто не может служить двум господам, или одного будет ненавидеть, а другого любить». И также послание апостола Павла, 1 Коринфян 10.21 «Не можете пить чашу Господнюю и чашу Бесовскую, не можете быть участниками в трапезе Господней и в трапезе Бесовской». Что здесь? Ну, конечно, необходимо сказать несколько слов о биографии, и кем считал себя Данил Андреев. Исходя из его книг, он претендует на звание пророка и провозвестника новых божественных истин. Андреев говорил, что его отправили на землю, буквально цитата, «высшие силы» и по его согласию с определенной миссией. С определенной миссией. Вот, например, в «Розе мира» он пишет, цитата, мы всегда при нашем исследовании, и к этому я призываю и своих учащихся, кто пишет работы по предмету сектоведения, анализировать именно сами источники и давать на них богословское осмысление и опровергать все их заблуждения священным писанием и святоотеческим преданиям. Это действительно святоотеческий подход, к предмету богословскому, в общем-то, предмет сектоведения, а не то, как некоторые сегодня думают, что сектоведение и люди, которые находятся в сектах, к ним нужны подходы психологов или психотерапевтов. Может быть, несомненно, им нужна какая-то такая помощь, но в большей степени предмет сектоведения – это предмет богословский, который требует то, о чем пишет апостол Петр, «Скроците благовением, дайте отчет своему упованию», или, как апостол другой пишет, что «Лжеименные знания обличаете». Поэтому так. И мы будем с вами прибегать именно к этой книге, к Розе Мира. Вот, например, на 119-й странице Даниил Андреев пишет о своем призвании. «Я мог свободно выбрать одно из двух, либо подъем в Небесную Индию, на конец навсегда пути перевоплощения, замену его путем восхождения, преображений по иноматериальным слоям, либо еще одно, может быть, и несколько существований в Эн-Рофе». Эн-Роф – это рай. По названию Даниила Андреева мы увидим, что он очень много вводит слов, по-моему, до сотни слов, кто-то подсчитывал, которые вообще неизвестны людям. И он говорит, что эти слова были ему особым образом переданы, слова и обозначения из потустороннего мира. И вот он пишет о том, что ему был дан выбор, либо туда, либо сюда, он мог уже, в принципе, находиться в раю, но он остался здесь, в этом мире, для того, чтобы нам с вами указать, как нам правильно идти по пути развития, достижения высшего состояния и в раю его понимания, этого самого Эн-Рофа. Известно также увлечение Леонида Николаевича спириутализмом, то есть его отца. Например, жена Даниила Андреева, Алла, так отзывается о способностях своего свекра, она пишет это в книге «Плавание к небесной России», страница 13, «Плавание к небесной России». Цитата. «Леонид Николаевич, то есть отец Даниила, несомненно, обладал способностью слышать иной мир. Двум своим сыновьям, от первого брака, Вадиму и Даниилу, он очень интересно передал свое дарование. Вадиму большой талант писателя-реалиста, Даниилу это способность слышания иного мира. Но у Даниила она была уже иной, откристаллизовавшейся и сознательной. Если Леонид Николаевич воспринимал темные миры, то Даниил слышал и светлые, и темные». Конец цитаты. С раннего детства можно проследить оказываемое на него демоническое воздействие, которое прорывалось в сферу его творчества, так обычно не придает согласки существования детских рисунков Даниила Андреева, которые он сам подписывал и называл следующим образом. Цитата. «Сатана на земном шаре, ад, черт и чертенята, и другие». Его очень привлекала с детства и манила идея смерти. Это заметно из того, насколько часто он употреблял слово «зло». Алла Андреева, его супруга, о нём пишет, что он и рассказывал о том, что Дани, плавник России, например, из того же самой книги «Плавник небесной России» пишет, «Даня попытался утопиться, чтобы повидать бабушку и маму, которые тогда уже умерли. Его поймали на мосту над Чёрной речкой в последний момент». То есть, видимо, что у него была такая склонность к самоубийству. Также он пишет некоторые признания в «Розе мира», что очень тёмные и опасные круги прошёл он в годы своей юности. Вот, например, в своём главном труде «Розе мира», сам автор описывает этот период более конкретно. Цитата. «Однажды, несколько десятков лет назад, я совершил сознательно, даже нарочно, безнравственный, мерзкий поступок в отношении одного животного, к тому же, принадлежавшего к категории друзей человека. Случилось это потому, что, когда я проходил через некоторый этап, или лучше сказать, зигзаг внутреннего пути, высшей степени тёмной, я решил практиковать, как я тогда выражался, служение злу. Идея незрелая до глупости, но, благодаря романтическому флёру, в которой я её облёк, завладевшая моим воображением и повлекшая за собой цепь поступков, один возмутительней другого. Мне захотелось узнать, наконец, есть ли на свете какие-либо действия, настолько низкое, мелкое, бесчеловечное, что я его не осмелился бы совершить именно вследствие мелкого характера этой жестокости. У меня нет смягчающих обстоятельств даже в этом, что я был несмышлённым мальчиком или попал в дурную компанию. О таких компаниях в моём окружении не было ипомину. А сам я был великовозрастный багагаем, даже студентом. Поступок был совершён как и над каким именно животным в одну минуту, в данную минуту не существенно. Конец статации. То есть, мы видим, что он сожалеет, что он совершил какой-то богомерзкий поступок, а как он даже не хочет рассказывать над другом человечества. Мы можем понять, примерно, над кем друг человека. В общем, называется собака. Что там произошло, остаётся только догадываться. Алла Александровна в своей работе «Жизнь Данила Андреева», рассказанная его женой, странным образом связывает те состояния духоведения, в которые он впадал с проблемой его здоровья. Например, пишет, цитата, «Я думаю, что инфаркт, перенесён в 1954 году, приведший к ранней смерти в 1959, был следствием этих состояний, был платой человеческой плоти за те знания, которые ему открылись. И как не чудовищно прозвучат мои слова, всё же смерть не слишком большая и, может быть, самая чистая расплата за погружение в те миры, которые выпало на его долю». И она очень много рассказывает о том, что очень часто его призывали какие-то силы, он бился в конвульсиях и иногда плохо себя чувствовал, падал в обмороке, но он говорил, что эти силы призывают, он не может от них отказаться и даже так выражал, что они его одолели и он ими одержим. Всё это напоминает в некой мере то, как призывается мистический опыт, например, встречается в шаманизме и в других направлениях культизма, когда человек помимо своей воли духи зло поднебесных обладевают человеку. Далее нужно сказать, что во всей книге Розы Мира, которая, когда читаешь, что ни разу не встречает слово покаяние, ни разу. Святые всех времён и говорили об особой напряжённости нравственной и духовной жизни людей, которые были достойны богообщения, что эти люди всегда призывали к покаянию и сами вели покаянный образ жизни. Например, свидетель Феофил Антиохийский пишет следующую цитату. Когда ты совлечёшь своей греховной природой, облечёшься в безгрешность, то увидишь Бога в ту меру, в какую окажешься достойным. То есть, через покаяние. Конец цитаты. Приводон Феодор Студит писал так. Бывает от единого Бога, когда найдёт он ум очищенный от всякого вещественного пристрастия, объятия божественную любовь. Тогда посылает видение и приближается к человеку. Свидетель Игнатий Брянчанинов указывает на то, кому открывается такая возможность видения мира Божия и ангелов. Пишет следующее. Для благополучного вступления в мир духов необходимо благовременное образование себя законом Божиим. И далее пишет. Только совершеннейшим христианам преимущество из иноков, сподобишься прозреть душу душевными очами, был открыт мир духов. Но таких христиан и в самые цветущие времена иночества было очень мало. По свидетельству он ссылается на преподобного Макария Великого. Далее если рассмотреть все озарения, которые находили на Даниила Андреева, он писал, что в 14 лет он очень любил бесцельно ходить и бродить по улицам, беспредметно мечтать. И вот во всех этих мечтаниях он пишет, как однажды он заходил в храм и ему там виделись и чудились какие-то необычные тени, которые он там видел. Это приносило ему какую-то временную сладость, но потом как он пишет, что это в нем вызывало и в дальнейшем тревогу. Множество видений и явлений ему духов описывается в том числе и в заключении книги Даниила Андреева. Святой Иоанн Богослов предупреждает по поводу таких видений. 1 Иоанна 4 глава 1 стих сказано «Не всякому духу верьте, но испытывайте духов от Бога ли они». И вот информация получена в результате этих контактов. Даниил Андреев не подвергает никакому анализу и пишет следующее «Но я пишу не от себя и не могу вносить изменения до тех пор, пока на это не укажет единственный голос», «Которому я доверяю полностью». Также мы видели предупреждение Анны Богослова. Свидетель Игнатий Брянчанинов предупреждает, что необходимо анализировать духовный опыт. И есть определенные правила, которые можно найти в статической литературе об опасности общения с духами. Например, свидетель Игнатий пишет, цитата, «Общее правило для всех человека стоит в том, чтобы никак не вверяться духом, когда они являются чувственным образом, не входить в беседу с ними, не обращать на них никакого внимания, признавать явление их величайшим и опаснейшим искушением». Конец цитата. Свидетель Игнатий причинил «Слово о смерти Москва, православный издатель, 93-й год, страница 320-я». Но автор пренебрегает подобными предостережениями и продолжает эксперименты слияния с этими духами и с природой. И вот он пишет, «Я чувствовал страшное, я чувствовал, что эти невидимые существа с радостью и с гордостью входят в меня, как в дорогого гостя, как бы на свой удивительный праздник, похожий и на мистерию, и на пир, но и раньше, и позже, не каждый год, но иногда, по нескольку раз, за одно лето случалось среди природы обязательно наедине минуты страстной, опьяняющей радости, весь сголоводонох, охваченный восторгом и трепетом, я продирался, не помня ни о чем, сквозь дикие заросли, сквозь нагретые солнцем болота, сквозь скрестающие кусты, и, наконец, бросался в траву, чтобы осязать ее всем телом. Главное было в том, что я в эти минуты явственно осязал, как любят меня и льются сквозь меня невидимые существа, чье бытие таинственно, связано с этой растительностью, водой и почвой. Конец цитаты. И так заключает, что далее пишет, я чувствовал, что сердце мое как так освежено, так омыто, так чисто, так блаженно, как могло бы оно быть когда-то в первые дни творения на заре времен. вот такие эксперименты человек себя подвергал. Свидетель Иоанн Лесвичник пишет об этом в третьем слове «Предостережение, когда в душу входит смирение и умиление, исполняет ее страха Божия, сознание своей греховности и ничтожества. Напротив того, видение, в которых мы вторгаемся, произвольно, противность воли Божией вводит нас в высокоумие, самомнение, доставляет радость, которая ничто иное, как непонимаемое нами удовлетворение нашего тщеславия и самомнения». Конец цитаты. И также он продолжает, что демоны, являясь наиболее в виде ангелов, стараются польстить человеку похвалою, потешить его любопытство и тщеславие. Затем они удобно ввергают его в самообольщение и наносят ему сильнейший, более и менее явный душевный вред. Конец цитаты. Какого было мировоззрение Даниила Андреева? В розе мира оно достаточно размыто, но тем не менее он говорит нечто похожее, что есть в теософии, о неких монадах, которые существовали в мире. Бог – это неизменное, невыразимое стремление, направляющее все монады к эволюционному развитию, то есть к слиянию и растворению в себе. Бог вездесущ, а также полярин. понять, в чем сущность полярности Бога невозможно. Бог по Даниилу Андрееву есть дух, это тонкая энергия, разлитая в пространстве космоса, и Господь творит себе монады из своей сущности, поэтому природа монад тождественна природе Творца. то есть здесь мы встречаемся с таким монизмом, то есть что Бог из себя изливает в общем-то сущность, и эта сущность является не благодатной энергией, а в общем-то монада, это сущность Бога, которую Бог, как пишет Андреев, изливает из себя. И вот эти монады, они всегда были присущи Богу, но тем не менее Даниил Андреев говорит, что одна монада, Люцифер, все же отпала от Бога, и главная цель монады состоит в слиянии снова с Творцом. И как учит Роза Мира, при творении в Энрофе планетарный демон Гаг Тунгр, так он его называет, исказил законы, управляющие органической материи, и ужесточил их. Демоны питаются излучением человеческих страданий, чем больше люди страдают, тем больше их энергии поглощают демоны, и тем сильнее они становятся. И здесь целая описана им такая мифология. И вот наивысший рай для всех существ, обещающих в Шадан-Накаре, элита Шадан-Накара, вот так этот мир описывает сам автор. То есть океаны многократно, просветленные духотворенные материи, колышутся вокруг нее, светящиеся гребни, их не встречают препонов в ее прозрачных гранях, плавно входят внутрь, разливаясь по этому обиталищу совершенных, сообщают ему всю полноту жизни, и человечество Энрофа, и человечество даймонов, и человечество Луны, ангелов, стихий, и даже животное царство, чем это физический смысл является собой столь глубокую загадку, находят все наивысшее оправдание, все окончательно преображенное бытие в Луне этого высшего рая, и так далее. И в этот высший рай он помещает имена, кто удостоится, он говорит, эти люди удостоились рая, они будут в этой колыхающей шандакаре, элита шандакара, элита шандакара, это следующие персонажи, такие как Эхнатон, Зараастра, Моисей, Осия, Лао-Дзи, Гутама Будда, Ашока, Патанджали, Шанкара, Аристотель, Платон, все апостолы, кроме апостола Павла, Титурель, Мария Магдалина, Иоанн Златоуст, Августин, Франциск Осийский, Жанна Дарк, Данте, Леонарда да Винчи и прочее. То есть, почему, кроме апостола Павла, он очень не любил апостола Павла, говорил, что апостол Павел не находился среди 12 апостолов и поэтому он не был просвещен Святым Духом. Мы здесь явно видим серьезный пробел в знании священного писания, святоотеческой литературы и помним, что книга «Деяния апостолов» 9 глава подробно нам рассказывает о том, как апостол Павел был признан чудным образом, где ему явился сам Христос и избрал его, и апостол Павел свидетельствует о том, что, как пророк Божий Еремия, он был избран от чрева матери. И Бог в определенный момент призывает его, и он не просто призван Богом и идет, как некий корифей и пилигрим проповедовать Священное Писание, а, как мы помним, в Господь явился пророк Божий из 70 Анании, он был специально послан к нему, и, как рассказывается в 9 главе книги «Деяния апостолов», Анания крестил его, возложил на него руки, то есть он через крещение был чеудеем, был присоединен к христианской церкви и стал апостолом. Ведомо, то ли это не знает Даниил Андреев, то ли он это игнорирует. И вот он пишет, что самая вершина Шандакара носит условное название Мировая Сальватерра, буквально Святая Земля, в ней имеются три сферы, и он тут всех распределяет по разным сферам, и по его определению Роза Мира это не что иное, все должны к ней обязательно приобщиться, не что иное, как всехристианская церковь в последних времен, объединенная в унии со всеми религиями светлой направленности. И Андреев далее указывает, что универсальная религия, достоянием которой является полнота истины, уже существует, это учение передано нам самим Богом через Иисуса Христа, но он Иисуса Христа понимает по-своему, и его учение понимает тоже по-своему. Вот что он пишет. «Православие религия вселенская и не может быть выше ее, но Даниил Андреев считает, что православная церковь церковь с маленькой буквы». А у него есть очень странный такой пиетет, что он сначала издает какое-то такое выражение высокое, а потом говорит о том, как это нужно понимать. Вот он пишет, что церковь, православная церковь с маленькой буквы, и вот чем он это обосновывает в «Розе мира» на странице 269 он пишет, цитаты, «Историческая неудача всех трех христиан сводилась, как известно, к тому, что и католичество, и изантийское православие и позднее протестантские церкви остались только церквами и при том не с большой, а с маленькой буквы». Он обвиняет православную церковь в старомодности, например, на следующей в странице 368 он пишет, «Год за годом церковь все более отстает от требований и запросов быстро меняющихся эпох». Конец цитаты. То есть, он предлагает идти путем прогрессирующего откровения. И также он говорит о том, что церковь морально загнивает. Вот он пишет, цитата, «Церковь утрачивает значение духовной водительницы общества». Конец цитаты. Далее, вот прям напрямую он пишет дальше, тоже в розе мира, цитата, «Православная русская церковь столько веков водительствовавшаяся обществом в духовном отношении отношении к понимании ее конечной цели не способна трансфизические смыслы его существования в ином и что на пути к этой цели пора выдвинуть новую силу». Конец цитаты. То есть, он считает, что новая сила – это как раз он, что он предлагает. И вот он пишет, что «драма христианства» заключается в том, что ни одна из церквей не превратилась в форму совершенного надустройства, способного выразить и осуществить завет христианства, его мистический и этический смысл. И он предлагает свою здесь концепцию. Да, по словам Даниила Андреева, что он предлагает? Он предлагает интеррелигиозную церковь. То есть, интернациональную религиозную церковь, человеческую церковь новых времен. И вот он как пишет в «Розе мира» на 55-й странице в подзаголовке «Иной мир» цитата «Не есть замкнутая религиозная конфессия, церковь, истинная или ложная. Это не есть международное религиозное общество, вроде теософского, антропосовского или масонского, составленного наподобие буклета из отдельных цветов, религиозных истин, эклектически сорванных на всевозможных религиозных лугах. Это есть интеррелигия или панрелигия, универсальное учение, которое он предлагает, чтобы все под его розы мира объединились в одно универсальное учение. У него очень много нападок на церковь, особенности на догматическое богословие церкви. Он говорит, что пора прекратить держать людей в такой догматическом неком терроре и дать свободу мыслей, свободу духа. И мы с вами уже об этом неоднократно говорили. Вот я нашел эту цитату, что очень многие оккультисты очень часто действительно опровергают и стараются напасть на догматическое богословие, на исповедание веры, потому что действительно, как мы знаем, что догматика не просто была как-то придумана или как-то изобретена. Вся полнота догматического богословия была дана в день Пятидесятницы, когда Дух Святой сошел на апостолов. И лишь в дальнейшем только апостолы уже на церковных соборах отвергали отцы церкви, учителя церкви, отвергали все различные ереси и искажения, которые входили внутрь церкови и лишь только формулировали и утверждали то, что было дано при рождении православной христианской церкви здесь на земле. А вот он что пишет, смотрите, он пытается убедить читателей в узости и устарелости догматических истин. Вот, например, опыт последних веков и рост личности привели к тому, что создание человека ощущает условность и тесноту любой догматики. Конец цитаты. И вот другая это он пишет, сейчас скажу, где. Роза мира, 24-й страница, и вот следующая цитата на 46-й странице. «Ошибочность религиозных догматов заключается по большей части не в их содержании, а в их претензиях на то, что утверждаемый догмат закон имеет всеобщее универсальное космическое значение, а утверждаемый догмат факт должен исповедоваться всем человечеством, ибо без этого будто бы нет спасения». Конец цитаты. Бесправильное исповедание веры, бесправильное восприятие Христа, тринедологии, христологии, других основ космологии, сатериологии, исхатологии, других наук богословских, бесправильного понимания невозможное восприятие. А апостол Иоанн Богослов, между прочим, в первом своем послании, первое послание Иоанна, можно открыть и прочитать, Библия находится под рукой, он пишет следующее, пожалуйста, 4 глава, 4 глава со 2 стиха, он пишет, «Духа Божия и Духа заблуждения узнавайте так, всякий дух, который исповедует Иисуса Христа, пришедшего во плоти, есть от Бога, а всякий дух, который не исповедует Иисуса Христа, пришедшего во плоти, не есть от Бога, но это дух Антихриста, от которого вы слышали, что он придет и теперь уже в мире». То есть, мы с вами видим, что не сказано, что кто верует во Христа, пришедшего во плоти, а сказано, кто исповедует, а исповедание всегда имеет свое содержание. Исповедание – это не просто какая-то аморфная вера, «Ой, я верю, что Христос пришел, воплотился в этот мир». Ну, пожалуйста, бесы сказаны, тоже веруют, что Христос пришел, воплотился в этот мир, но сказано, что веруют и трепещут, а исповедание веры – как раз догматика, которая дает правильное восприятие Христа в присущем ему свете, то есть, в Духе Святом, а не в естественных фантазиях человеческого разума. Заметите, что иногда и в церковной среде мы можем слышать подобные высказывания, что догматы, что-то такое, какая-то внешняя упаковка. Ну, может быть, либо человек начитался уже Данила Андреева, либо от кого-то он это услышал. Это, в общем-то, богомерзкое, противное еретическое учение. Другому сказать, тут будет сложно. Или вот он еще пишет, например, цитата, «Если можно будет говорить о каких-либо догматах в ее учении, то эта догматика глубоко динамично, многоаспектно, способна к дальнейшему обогащению и развитию, к длительному совершенствованию». Конец цитаты. «Видим, что на самом деле снова и снова сквозит идея о прогрессирующем откровении. Мы знаем о том, что вся полнота, снова повторю, догматического богословия была дана в день Пятидесятницы. Здесь нет». Мы знаем, что многие пошли этим путем, и протестанты, и католики пошли этим путем угождать миру сему, забыв слова апостола Павла, который пишет о том, что «не сообразуйте с веком сим», в послании Кримляна 12.2. Пишет о том, что «не сообразуйте с веком сим, а преобразуйтесь обновлением ума вашего, чтобы вам познавать, что есть воля Божия, благая, угодная и совершенная». То есть, если человек сообразует с этим веком, то значит, он отшибает у себя способность понимать, что есть воля, благая, угодная и совершенная. Потому как, снова повторю, апостол пишет так, «не сообразуйтесь, а преобразуйтесь, чтобы вам познавать, что есть воля Божия, благая, угодная и совершенная». То есть, всякое слияние с этим миром, о котором сказано, что мир возле лежит, отбивает способность у человека воспринимать Христа в присущем ему свете, воспринимать всю полноту, которая была обещана нам самим Христом. Он сказал, что пойду и умолю Отца моего, и пошлют вам Дух Святаго, который наставит вас на всякую истину и напомнит все, что я говорил вам. Данила Андреева нет. Но мы видим плоды протестантизма, в общем-то, и Европы сегодняшней, которая когда-то держалась на христианских этических нормах, но все, то, что называется, соскочили. Или сползли, это же кому как угодно. Но тут и католицизм, то, что с ним происходит сегодня, которые тоже стремились к этому прогрессирующему откровению, к пониманию, как-то угодить этому миру, приспособиться под него, под нужды этого мира. Нет, конечно, никто не говорит о том, что нужно всем выйти из мира. Апостол Павел пишет, помните? Он говорит так. Для еленов, как елен, для иудеев, как иудеев, для беззаконных, как беззаконных. Но, подчеркивает, сам, впрочем, не чужд закона. Это надо всегда помнить. Если апостол Павел или в чем-то своем миссионерском каком-то служении, скажем так, и делал какие-то реверансы перед веком Сим, но ни в коем случае не во вред исповеданию веры. Вот так. Сам, впрочем, не чужд закона. А догматика – это закон. Это определение вселенских соборов. А вселенский собор – это голос Святого Духа. А всякое противление голоса Святого Духа есть ничто иное, как хула на Дух Святого, которым сказок не проститься ни в этом веке, ни в будущем. Есть над чем подумать. Итак, действительно, свидетель Игнатий Брянчанинов предупреждает об этом, цитата, «Если позволишь твоему разуму воображение против учения Христова, он найдет из тысяч тысяч, то есть всяких возражений, разум оторванный от святоотеческого предания. Он неисчерпаем, когда попустит ему заразиться неприязнь ко Христу. Мало-помалу он отвергнет все христианские догматы». Конец цитаты. Только стоит позволить чуть-чуть сказать о том, что этот догмат уже не работает, это уже все упразднилось. Конечно, мы знаем, что есть и экономия, и окривия, и какие-то временные отрезки, но незыблемые догматы, никто не имеет правила апостольские, никто не имеет права отменять. Так мы уйдем и зайдем слишком далеко. В общем-то, пример совсем рядом тут, не за горами, что называется, других конфессий, которых было сказано выше. Андреев также выступает против постановлений Вселенских соборов, это неудивительно, следовало ожидать. И все к этому из нашего рассказа, но и идет о нем. И с трепетом, между прочим, ожидает Восьмой Вселенский собор, который, по его мнению, должен пересмотреть православную догматику. За что боролись называется. Вот он пишет. «Законные, общеочевидные инстанции полномочия разрешить такой вопрос, мог бы быть Восьмой Вселенский собор, где представители всех ныне существующих христианских вероисповеданий и роза мира, всех существующих вероисповеданий и роза мира». Это он сам о себе пишет. Некоторые говорят о том, что роза мира – это просто так фантастическое, романтическое, мистическое сочинение. Нет, он сам себя позиционирует как… То есть, не я это придумал. Он сам об этом пишет. Он говорит, что все другие конфессии вероисповеданий и роза мира. Вот он так и пишет. «Законной, общеочевидной инстанции полномочия разрешить такой вопрос мог бы быть Восьмой Вселенский собор, где представители всех ныне существующих христианских вероисповеданий и роза мира, подвергли бы обсуждению этот тезис, ровно как и тезис об абсолютной истинности и неотъемлемости постановлений Вселенских соборов вообще, и, быть может, пересмотрели бы некоторые пункты ортодоксальной догматики». Конец цитаты. Видите? Снова-снова повторю, что подобные вещи слышатся в нашей среде, в православной среде, что надо догматы пересмотреть, многие догматы устарели. Хочу сказать, может быть, эти люди приверженцы Даниила Андреева, тогда насколько они христиане? Простой вопрос. Насколько христиане? Поэтому так. Да, поэтому так. Это он пишет «Роза мира» на 254-й странице. И мы знаем, что такое решение соборов. Я уже об этом, в общем-то, сказал. Вот у него есть и моменты, конечно же, тот человек, который собирается тут все соборы перекраивать. Да, у него у самого есть очень серьезные вопросы, то, что касается тринитранного богословия. Тринитранного богословия. Между прочим, в своем памфленте сочинение «Он сливает Бога Отца и Бога Святого Духа». Он говорит, что Бог Отец и Бог Святой Дух – это одна, в общем-то, ипостась. Я не буду зачитывать его, то, что он пишет, действительно такая хула. Но что, столько лишь скажу, что же он понимает под третью ипостасью? Третья ипостась для него оказалась вакантна. На ее место он ставит некое, цитата, «Мировое женское начало». Или, как указано в Розе Мира, главой «Преснодевство, Преснодева Матерь, другая ипостась Троица». Это глава в Розе Мира, она так именно называется. Можно, в принципе, и не читать уже, и все понятно. То есть, на самом деле, он называет Богородицу Богом, и он учит о неоднократном ее Боговоплощении. Что, представь, Богородица несколько раз воплощалась в этот мир. Здесь такой элемент реинкарнации, ну, что, в принципе, неудивительно. О том, что есть еще такая секта, которая также обожествляет Богородицу. Есть целое течение внутри Рима католицизма, так называемое богородничное движение. Но есть еще и Иоанн Береславский, да, который называет себя великим старцем, так называемый Богородичный центр. Это секта, которая была лет 20 назад, 15, очень активна. Да, это люди, которые рядились, так называемые, в софринские одежды, да, самосвятые. И которые были таким марианским движением, да, подпитывались от католического марианского движения. Вот что он пишет по этому поводу. Цитата. «Но два раза именно в Вавилонии, второй раз именно в эпоху первого низлияния женственности принимала воплощение в человеческом облике та светлейшая из богосотворенных монат, которая впоследствии предстояла стать матерью планетарного Логоса на Земле. Она жила в Антлантиде, где была просто прекрасная женщина». Ну, видимо, если он упоминает об Атлантиде, наверняка, я даже в этом не сомневаюсь, Данил Андреев познакомился с тайной доктриной Блаватской, потому что именно Блаватская пишет о исчезнушей Атлантиде, об Атлантах, как одной из рас цивилизации на Земле, так же и о Лемурии, так называемой, которая тоже великая раса исчезла. Вот он пишет, что она была в Атлантиде простой, прекрасной женщиной. Это по Богородице он пишет. Матерь многих детей, а до Атлантиды, на самой заре человеческой цивилизации, в малом городке Центральной Америки, раньше, в эпоху первобытных обществ, монада, грядущей Богоматери, в человеческом облике не рождалась и так далее. Вот так это еретическое учение о множественности воплощений не обходит стороной и Христа. Андреев говорит как минимум о двух его предшествующих воплощений в небесном мире, даймонов 10 тысяч лет назад и 7 тысяч также лет назад, когда он был никем иным, как великим учителем. Однако человечество не было готово принять его духовность, как он пишет, это прямо цитата, не злившуюся через воплощенный Логос, было основано лишь глубокое и честнейшее эзотерическое учение, брошенные первые семена, перенесенные ветрами историй на почву других стран и культур, в Индию, Египт, Китай, Иран, Вавилонию. Воплощение Логоса в Гондване еще не носило характера такой полноты, какая позднее появилась в Иисусе Христе, она была в сущности подготовкой и так далее. То есть он пишет о двух, по крайней мере, уже воплощениях Христа здесь на земле. Он предполагает, что Спаситель, его понимание вселенских процессов, в которых Бог Сын является не абсолютным Богом, а только Богом нашей планеты. То есть в учении Роза Мира, Спаситель, Господь наш Иисус Христос, он у него просто планетарный логос нашей планеты, управляет нашей планетой. Это очень похоже на мормонизм, действительно, где каждый считает, что мормон, который по учению мормонизма считается, что кто такой Бог? Бог – это развитый человек, поэтому развитый человек может, в общем-то, стать и управлять определенной планетой. Мотив такой, да, этого учения и он наблюдается. Вот он так и пишет, цитата. «Не точнее ли было бы поэтому говорить не о вычеловечивании логоса в существе Иисуса Христа, а о его в нем выражении при посредстве великой богорожденной монады, ставшей планетарным логосом Земли? Мы именуем Христословом, но ведь говорящий не воплощает, а именно выражает себя в Слове. Бог не воплощается, а выражает себя в Христе. Именно в этом смысле Христос есть воистину Слово Божие». То есть мы видим явную подмена. Также здесь можно увидеть элемент древней ереси, гностицизма, где действительно Филон Александрийский, насколько я помню, да, он учил о Христе, что он является логосом или же духовным существом. Очень похоже то, что есть у Андреева. И действительно в мифологии Андреева имеют место существа, которые выше иерархически самого Христа. Кто это такие? И он пишет, что это владыки света, демиурги, галактик. Вот владыки света, махатмы, что-то очень близкое. Далее, что еще можно сказать? Ну, конечно же, необходимо сказать и о том, как Даниил Андреев искажает Священное Писание. Говорит о том, что евангелисты и что в Священное Писание могла через евангелистов проникать и ложь. Да, забывая о том, что кто такие пороки Божии, в том числе и апостолы, они были движимы Духом Святым. Но Данил Андреев с этим не согласен. И он упрекается в этих евангелистов воскажении истины. Вот что он пишет. Цитата. Даже будучи богодохновленными, евангелисты оставались людьми. Ну, это не секрет. А великий враг не дремал. И даже на книгах Нового Завета явственно различаются местами его искажающие прикосновения. И еще. Далее он пишет. Такое учение могло быть изложено хотя бы с пробелами и ошибками, только живыми свидетелями этого божественного жизненного пути. Но в пробелы вкрался исконный враг, проникая в человеческое сознание авторов Евангелия. Он сумел извратить многие свидетельства, искосить и омрачить идеи, снизить и ограничить идеал, даже предписать Христу слова, которых Спаситель мира не мог произнести. Конец цитата. То есть, он подвергается сомнению самому богодохновенности Священного Писания. Но мы с вами знаем, что сверхъестественное откровение – это то, что сам бог нам открыл о себе. И то, что мы никогда, ни при каких условиях, сами не смогли постичь. Именно поэтому сверхъестественное откровение должно пониматься сверхъестественным образом. Как об этом пишет апостол Павел в послании 2 Петра 1, 1 глава, 19-21 стих. Следующее. «И при том мы имеем вернейшее пророческое слово, и вы хорошо делаете, что обращаетесь к нему как к светильнику, сияющим в темном месте». Нет в нем никакого тьмы. Дальше говорит. «Светильнику в темном месте, доколь не начнет расцветать день, и не взойдет утренняя звезда в сердцах ваших, зная прежде всего то, что никакого пророчества в Писании нельзя разрешить самому собою, ибо никогда пророчество не было произносимо по воле человеческой». Данила Андрея пишет, что дьявол всевал в людей, они искажали по своей человеческой природе и внесли это в Евангелие. Апостол Петр утверждает. «Никогда пророчество не было произносимо по воле человеческой, но изрекали его святые божьи человеки, будучи движимы духом святым». Поэтому Бог контролирует точность передачи пророчества. В книге «Исход», например, сказано, 4 глава, 10 стих, что «Бог будет при устах его». Помните, когда пророк Божий Моисей и Арон всылали, чтобы вывести народ израильский из египетского рабства. Пророки – это особо избранные Божии, и поэтому нужно помнить всегда 2 Тимофея 3,16, что всё Писание Богу вдохновенно и полезно для научения, для обличения, для исправления, для наставления в праведности. 2 Тимофея 3,16. Поэтому автором священного Писания является Дух Святой, Дух Святой, которым были движимы пророки Божие и евангелисты. Данила Андреева на этот счёт своё мнение, и он говорит о том, что люди, да, он помещает, уже помещал, как мы видели, многих людей в Царстве Божие, в том числе он помещает туда и Блока, и Пушкина, и Лермонтова, и, может быть, мы не знаем некоторые, да, там и будут, но вот Лев Толстой – это достаточно странно, да. Мы знаем, что Лев Толстой сам себя, в общем-то, отлучил от церкви, был отлучён впоследствии синодом. Он как раз прибегал к этому методу, что есть в Священном Писании, которые слова, например, в Евангелии, которые были бы вдохновенны, он их подчёркивал красным карандашом, а о котором он считал, что они не были вдохновены синим, то есть он редактировал Евангелие. Также он учит о учении, да, вот, интересно, учение о всеобщем спасении, также сквозит Даниила Андрееву. По его свидетельству, в конце времён покаются все, в том числе и демоны. И Даниил Андреев пишет об этом, что это действительно произойдёт, то есть спасутся все, но мы знаем, что отцы церкви и их духовный опыт исключают эту ошибку. Достаточно вспомнить критику по всеобщему спасению у Феодора, преподобного Феодора Студита, святаго Марка Ефесского, святителя Феофана Затворника, святителя Игнатия Бринчанинова, у многих других. И, наконец, девятый анафемитизм святого императора Юстина Великого, который звучит так. Кто говорит или думает, что наказание демонов и нечестивых людей временно, и что после некоторого времени оно будет иметь конец, или кто будет после восстановления демонов и нечестивых людей, или что будет после восстановления демонов и нечестивых людей, то есть что они спасутся, это будет анафема. Пожалуйста. То есть мы видим, что учение о... Это деяние Пятого Собора. Да, можно найти все деяния соборов. Деяние Пятого Собора. Ну вот у меня в которой редакции страница 537. То есть отцы Церкви, учителя Церкви, Вселенские Соборы всегда определяли учение о всеобщем спасении, которое также есть у Данила Андреева еретическим, и его анафематствовали. Вот об этом надо помнить. И всегда то учение, которое мы слышим или читаем, нужно быть очень внимательным. Все сопоставлять со цветоотеческим преданием, которое есть Дух Святой, живущий в Церкви, со Священным Писанием. И когда мы прибегаем к этому правилу, проверяя все Духом Святым по сути, потому что из Священного Писания и предания Дух Святой, живущий в Церкви, тогда все вопросы сами собой отпадают, и тогда становится понятно, где ложь, а где правда. И как пишет об этом апостол Павел, назидая нас, послание к евреям, что чувства наши, на которые часто ссылается Данила Андреев, должны быть навыком, научены для развлечения добра и зла. И всегда предупреждаю, также словами апостола Павла, будем внимательны всегда к слышному, чтобы не отпасть. И апостол Иоанн Богослов предупреждает, что много лжепророков появилось в мире. И один из таких, которые мы сегодня рассмотрели, это уже пророк Даниил Андреев, который претендует на некоторую универсальную религию, делает нападки на Церковь Божию, Церковь Православную созданную здесь Спасителем Иисусом Христом, искажает, мы видим, основополагающие догматы космологии, догмат о Церкви, догмат о Тринитарный догмат и догмат, касающийся спасения, стереологически. Поэтому, что здесь, если люди, которые внутри Церкви находятся в этом учении, какие-то крупицы, там какой-то истины, надо сказать, что, скорее всего, это можно назвать никак иначе, как прельщением или невежеством, то есть незнанием или нежеланием знать тому, чему учит Святая Соборная Апостольская Церковь, Единая Святая Соборная Апостольская Церковь. Поэтому всех призываю, действительно, исследовать Священное Писание, и мы через них думаем иметь жизнь вечную, исследовать тексты постановлений Вселенских Соборов, исследовать предания, и так, как оно изложено у отцов и учителей Церкви. Спаси Христос!